Ну что, друзья, мы еще на одной крутой днепровской пивоварне First Dnepro Brewery или Первая Днепровская пивоварня Сейчас посмотрим, как тут все устроено Пошли! Продолжение следует... Ты говорил, что нет пособия, как варить пиво, чтобы все вопросы отвечало Да, было такое Какое пособие есть, я хочу тебе подарить, это книга Кунцет Мои друзья, мы в доступе, но, к сожалению, невозможно Поэтому, друзья, здесь ответы на все вопросы Огромное спасибо У меня нет слов, честно Это мечта любого пивовара Это настольная книга, Библия 11-й год нахожу ответы на все вопросы, которые у меня возникают Огромное спасибо Да, да, надо пройтись, посмотреть и... Выбирай бокал Без бокалов вход воспрещен Нет, почему? Чуть-чуть Омыть уста Омыть уста Любой? Любой Балтикуртер и бельжаный па Вот это вообще мечта, да? На работе... Мне приписали фразу, которую я на самом деле просто перепостил в фейсбуке Если вы на своей работе не можете сидеть в трусах и пить пиво, значит где-то в жизни вы свернули не туда Да, 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 я знаю В трусах не сидим, но в тюрьме... Ну, на работе... И летом в жерки как можно зайти Да Итак, говори... Так, пил, 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 пил... Начнем с классики Начнем с классики Спасибо Какая пенка Мы с Голден Эля уже по привычке надо начать Да, Голден Эль, да, зашел вообще, я прозрел с Голден Эля В тот день удалось пройти... Половину 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 Здоровья не хватило Это был тяжелый, конечно, забег такой Но... Ирюха наш молодец Сразу тебе Голден Эль Ваши ребята, конечно Я Голден Эль допиваю Они уже второе, третье, четверо Потихоньку По пятьдесят, по пятьдесят, по пятьдесят Одного, второго, третьего Да, ребята, куда я уже... Да Ну, крем просто... Кремовая пена, она такая Даже не ворочается в бокале Супер Запах Что, они снимают? Да Сейчас посмотрим Все оборудование, все... Все секреты А тут еще и Библия Класс, класс Вообще, день удался Ну что, пойдем? Угу Угу Гигиена Превыше всего Чистота Залог Успеха А А Вон и Дмитрий Обновляет нам бокальчик О Спасибо На этом плакате запечатлены пивоварни, которые обращались к нам за помощью Некоторые мы помогали варить пиво Вот, например, китайская компания Цзентао Китайцев уже много Да, им не хватало пива, мы делали для них пиво и отправляли в Китай Да, 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 да Тропистов учили варить пиво Они еще тогда, когда мы их учили, они не варили пиво, это мы их учили Нифига себе Да Такую историю, каждый раз рассказываю на экскурсии Поверь мне, так остается и в ступоре, никто не улыбается Нифига себе пиво вардио тут у вас, ребята, какие вы монстры Никто верхнюю название не читает Боился, что ли? Да На полном серьезе С серьезным лицом Склад Начинаем со склада Да, это склад солода О Вармантик Вармантик Да, немецкое солода у нас порядка 25 сортов в работе всегда Ух ты Класс Там у нас украинский солод Ну, у нас получается так, что видишь, склад заводик чуть вырос И склад не по размерам завода, но расширяется, к сожалению, поэтому таким наварчиком чуть-чуть идет Ну, прикольно Здесь у нас подсрочно, да? В нашем провале готовится наварки хмеля Аааа Рассказывать солодом не буду, это открытые пакеты и дрожжи Рожжи не сохранятся открытые пакеты здесь, закрытые полностью в большом холодильнике. Тут только открытые. Классно. Запах непередаваемый, конечно, здесь. А-а-а! Солодом таким. Наша дробилка. О! Предзаторник. Дробилочка. А-а-а! Открываем солод, дробленник поступает вниз, подается вода, контролируется температура, объем, насос смешивает, следующий насос отправляет. А-а-а! Прикольно. А засыпаете? Да, ветровый мешок переворачиваете, это вручную. В принципе, у нас 1200 литров за 5-6 мешков с шнеком хородиться не было смысла. Ну, интересно вообще, что предзаторник, и оно уже поступает само. Да, это такое, подвесить технологию. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас даже больше, чем рабочий отставок. Что любите, Жан, завпроизводцы, директор нашего приятия. Очень приятно, очень приятно. Сердце, сердце нашего завода. Сердце вашего. Да. Душа и совесть. Классно. Спасибо. Микроскоп неактивный. Классно. Блин, моя мечта, микроскоп. Значит, чуть попроще. Это нормально. Классно. Классно вообще. Здесь сходим за дрожжами, смотрим. Пробы, ТТХ, настойкость сусла, настойкость пива, содержание кислорода, содержание СОО2, центрирование, проверка, контроль моющих средств. Харьков, Харьков, это старая этикетка Харьковская. Класс. Класс. Производство, производство. Привет. Камедачков. Я очень аккуратно сачкаю. Я подал. Водоподготовочка. Это склад моющих средств. Моющая, дезинфицирующая. Здесь разводят они. Здесь водоподготовка. Она довольно простая. Мы солевую состав не меняют. Мощность, а нет. Умягчители, очистка. Накопительная лампа, накопительная. Да. Наш, картезианский источник. У лица гор. Не по горводоканала. В принципе, нас обеспечивает нормальную воду. Ну, бывает, источник иссякает на какое-то время. По-другому, приемкости стоят. Да, это бывает. Азотный генератор. Мы показывали азотку вам, да? Азотный. Да. И там, тоже, да. Ну, здесь меньше объем. Ну, да. Свои тоже азот, да, делаете? Да, да. Все перекачки на азотку у него. Куглекислота, велье, смесь азотных источников у нас для розлива песчек. Угу. На нашей установке. Наша пиво-варка. Вот она какая. Да. Ей 21 год. 21 год? Да. 4 года назад мы ее восстановили. Мы выносили все отсюда. Все это демонтировалось, все выносилось. Полы перекладывалось. Все перенесло. Полы все влюблялся. То есть, 21 год работает этот оборудование. Причем, сейчас она работает очень хорошо. Это... Куторный. Производитель... ЗИП. Да. Только один из первых заводов учения автоматизировано. То есть, можно сказать, что в Днепропетровске есть музей истории... ЗИПа. Да. Круто, да. Смотрю, все ручные, все эти краны. Да, сейчас уже ЗИП так не делает. Не, ну, круто. Да, поступает смесь. Бак горячей воды. Фильтр. Переварочный. Вирку. Теплообменник. Ну, какой компактный теплообменник. Да. Но это, кстати, тоже... Это уже современный. Если бы это когда-то перезавод меня, то видишь, что современный. Ну, да, новенький, смотрю. Должен, он за 30 минут 1200 охлаждает. И готов это делать каже 300. Да, совершенно спокойно. Супер. А сколько? Тонна, да? Тонна 300. Расчетная тонна 250. А-а-а. Круто. Можешь посмотреть толщину, вот там, глюковое соединение, крышки. Поднимите, поднимите, поднимите. Почему она работает 21 рублей? А-а-а. А-а-а. Ой, красота! Иди глянь. В металл, конечно. Да, красота. Затирание. Как раз в самый процесс попали. Да, толщина металла, конечно. Супер. Я тоже такую хочу. Позно. Позно. Да. Понятно. На самом деле, в 13-м году, если бы это уйдет, было не очень приятно. Вообще. Сейчас поменять насосы, фурнитуру, затирание, че-то. И там сейчас эфильтрация идет. Сейчас кирпик, эфильтрация, а фирку не перекачивает. Смотри, сейчас идет там затирание. Фирк уже чистый, готов на перекачку на фирк. Здесь заканчивается кимичение. Здесь заканчивается охлаждение. То есть процесс такой. Да. Сейчас закончится охлаждение, походите быстро вирку, перекачает на вирку. Сюда перекачает на фирк, на шинкетровать. Сюда на шинкетровый затор. О, как. Распланировано. Да, распланировано очень, очень грамотно. Такая логистика. Такая штука, за которую надо бороться. И методов у нас честных очень мало. Да. Поэтому и приходите использовать. Их нужно использовать. Все, идем в холодный цех. Да. Да. Поближе к готовому продукту. Да, еще вечно установили паро-конденциатор. Жители, местные жители всегда знали, когда варят пиво на заводе, да? Да, это не запах. Потому что все конденсируется. Да, очень полезная штука. Но она же еще и приносит деньги. Она же нагревает воду. А, во еще как. Конечно. То есть пар поступает. Снизу подается холодная вода. Внутри теплообменник. Вода проходит, охлаждает пар. Нагревается и поступает пар горячей воды. Рекуперация тепла. А почему у нас не так? Да. На самом деле пересчет денежных средств. Сколько ты транишь на нагреве воды. Он окупает тебя очень больше. Ну, я понимаю, да. Плюс все испарения, выводы, выбросов наверх и так далее. То есть это и экологично. И прибыльно. И да, и им прибыльно. Ооо. Привет, Игорь. Так, мы сразу увидим. Наши ракеты. Ухау мы его тут изобретали. Мы делаем. В итоге добились конструкции, которая нам нравится. Хоп-рокет. А? Хоп-рокет. Хоп-ган. 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 То есть это вообще ноу-хау чисто в вашей пивоварне? Да, это я рисовал, разрабатывал, придумывал, переделал. Сами? Да, мы где-то месяцев 6-7 потратили на ее запуск, чтобы она работала. Не боитесь, что украдут разработку? Ну, скорее всего, что я здесь покрал то, что видел, понимаешь? На самом деле. Мне кажется, это, как китайцы, только фотографирую глазами. Знаешь, на высокой китайцы залетают, 25 китайцев делают 60 снимок в секунду и убивают. Через 2 месяца на следующей высокой выставке появляется точно такой же завод. Ну да. Такой уровень фотографировать. Нет, это общий принцип понятный и было задание сделать. Так а он как, по какому принципу делает, что он? Засыпается хмель, внутри сито стоит, оно сейчас в мойке лежит, я покажу. Сюда подается пиво из ЦКТ. Оно имеет возможность закручиваться вот в эту сторону и с этой стороны в обратную сторону навстречу друг другу. То есть создается 2 встречных потока. В результате шишка разбивается о стенки. Пыль, да? Да, и не прилипает к ситу. А потом уже начинает просачиваться сквозь щелевые отверстия и равномерно распределяться по всему танку. Задача этой ракеты разбить шишку и распределить по танку. То есть вбрасывание просто шишки, просто пылеты, вернее, не шишки, ведет к тому, что она опускается и большая часть не успевает отконтактировать с пивом. Ну понятно. В нижней только части. И приходится вбрасывать в 2 раза больше, 2,5. Опять-таки реальная штука, которая экономит деньги. Максимально работает, да? Конечно. Там, где вбрасывание нужно 10 грамм на литр, тут достаточно 5. Эффект будет одинаковый, проверим. Круто. Круто. Да. Емкости 97-го года, емкости 2002-го. Эволюция зимтехнологии. Музей зимтехнологии, да? Да, когда приезжали, и главный пиловар, главный инженер, технолог, владелец. Довольный, так очень переживали, когда зовут Дима. Это 97-й город. И до сих пор работает. Как работает? Я думаю, что результаты работают. Да, каждый день, каждый день, каждый день. Ну, супер, конечно. Сейчас идет перекачка, ты видишь, да? Ага. Здесь аэратор стоит. Сейчас подготовка и установка стерильного фильтра с пропаркой. Сейчас фильтр стоит, но он не пропаривается. Мне это не нравится, сейчас будем менять. Все, уже закончилась перекачка. Ребята, остановили. А это уже какая-то съемка для перемещения, там для оправления, а это после гостей. А, эскеги? Да. Ну, собирать уже, для генерирования. Технологично все, конечно, все. Это вот наши сетки, это мы начинали охмелять с помощью таких сеток. Сейчас используется для добавления, на сухое, да? Да, сейчас мы используем для добавления ванильной палочки, там, пускай каких-то седры. Ну, что только никто не придумает, что контракт, или мы для этого используем, что такая сетка у нас. А вон челевой фильтр с ракетой. Ага. Класс. Это вот беда фитинга, фитинги, да. То есть, как только у меня машина отбраковывает фитинг, тут же выкручивает, готовый забирает и моет снова фитинг. То есть, это заподменный и на ремонт. Да. Я не скажу цифру, но мы ежедневно ремонтируем очень много фитинга. Такой коридор. Коридор счастья. Прикольная штука. Сразу температуру показывает. А, бродит. Бурбулятор работает вовсе. Гейзер такой мощный. Идет. Класс. Сепаратор, да? Да, только ест. Уже он новенький, с мигалочками. Нет, он работает уже полтора года. Полтора, нет, ну не 20 же лет. А, вот, Ром. Ну, я тебе скажу, что, вот, через 20 лет, если это станут, будет так же выглядеть, веряйте. С чистотой рабочего места и оборудованием очень сложно. Это там мы еще со стройки не вылезли, наверное. Приедешь через месяц туда, там будет. Да, я представляю. И сейчас у меня уже есть челюсть. У меня до сих пор еще бегает строительный, кто-то, что-то. Строительная пыль сейчас садится. А, когда уже за утром выкил режим, не стоит, когда мы подрежем. Сепаратор, а, мойка идет, да, тут сепаратор. Сейчас идет мойка сепаратора. В чем его классная штука? То есть ты имеешь возможность регулировать количество дрожевого метка, который стоит сошли. В отличие от других методов среграции, где он контролирует все. Там сколько село, сколько село. Не может пропустить, или он вообще не работает, или он засекает, отправляет минимальное количество его здесь. Я могу 100, 200, 500, миллион оставить. Столько, сколько мне нужно. Регулировать скорость потока через сепаратор. Прикольно. То есть сила остается не фильтрованной. Я всего лишь добиваю одинаковое содержание дрожевой клетки по всему танку. Понятное дело, что вверху меньше дрожевой клетки, вверху больше. Если разливать напрямую из емкости, ты получаешь теги. Больше содержание дрожевых, меньше, и совсем не дрожевых. Да, да, да. Разницы нет. Для торговли объяснить, почему у тебя такая разница, очень сложная. Я пытался, но тяжело. Ну-ка, решаем эту проблему. Один из фарпасов. Это два фарпаса. В один. Другого разливается. А, сейчас идет мойка, да? Укрожный сглобик тоже стоит. А это? Разливочная машина. Здесь тега моется. Она сразу моется и наполняется, да? Это двухпостовая. Здесь моется. А здесь пропаривается и наполняется. В результате цикл мойки ускоряется в два раза. Сейчас идет мойка. Моечные головки, линии. Переходят на следующий шаг. И тега после того, как набрано, отправляются в холодильник. Пусть не придется. А, прохладненько. Плюшки нет, однако. Да. Минус 20, когда доживеть начинаем. Хранение хмеля. Ага. С экспериментом, с одноразовыми тегами потихоньку начинаем работать. А, я смотрю, пластиковые. Да, контрактные сейчас с машиной начинаю заказывать. И мы туда тоже перейдем. Теговый фонд растет. Это замороженные гинзи. Мне очень приятно. Там, где не оборачиваются быстро, она работает. Там, где она застреет, так. С Олегом Агафоновым. Тоже они только с пластиком сейчас работают. Очень удобно наполнил, отправил и забыл. Да, единственное, что есть момент там пока брака и наполнения. Ну, я думаю, я вижу, что компания-то развивается. Живо устраняет проблемы. Так что, в принципе, все будет хорошо. Учитывая, как с Америки приходит такое пилло. Ну, да. Я вью, Тимура, Гремлина. Получил американцу. Ну, такой же пилло. Ну, да, я видел. И у немцев, по-моему, есть. Но там внутри еще пакет. Да, с металлизированным пакетом. Это отдельная технология. Она круче, но она стоит в разы. Да, да. Подорожание 0,3-0,4 евро на литр. Ну, послушаем. Ну, конечно. Ну, пока. Не для нас пока. Я очень хочу, чтобы мы спокойно переваривали такую цену тара. Ну, мне кажется, что это еще не в ближайшее будущее. Да, себестоимость, конечно. Надо вывести на улице ловить. Застанем ростов здесь. Машина заезжает, выгружает тару. Тара поступает на мойку, наружную мойку. Это на станке. Потом поступает на кигбой и в холодильник. Цикл движения киги минимальный. Потому что тягать ее тяжело и не хочется. Ну, продумано все. А дробину куда сбываете? Продаем. Хозяйством? Вот здесь у нас обнаживаемые бутылки. Проживаем поиски. Удалочная производство у нас не профильная. Это у нас фестиваль, презентация. Ну, я понял. Не профильный бизнес. Это сначала кукурыца. По кегам, а потом мойка. Сибстанция. Еще здесь кислота, циркуляционный насудок. Это, смотрю, кеги стоят. Это сибстанция наша для мойки оборудования. Бутылка ополаскивается, наверное, кумпоривается. Сами делали по собственной разработке, да? Классно. Там мойка взрослась на сне, она не предусматривала цикличности мойки, да? И получается, у тебя химия выливается. Ну, сколько ты так его позабудешь. Ну, да. Здесь ты поставил час горячий еще и лучевой моет. Кланичка пополоскала, в том числе с кислотой. Идеально. Час горячий еще лучше. Классно. Ну, все равно это ручной труб, это ручная. Намывка, ручная постановка, перестановка. Ну, да. Эффект. Да. Иногда приходится... Мы работаем над тем, чтобы утылка была совсем очень хорошо. Насколько там. Это, короче, крафтовая святая святых. Ну, ладно. Заходи. О! Вообще. Да сколько лет им? Больше года уже. Полтора. Больше года. Подарок. О! Дмитрий, вообще, да? 31% начальной плотности. Там алкоголь. Ташкан. 31? Это мы с киселем психанули. Хотели 30, сделали 31. Ну, это да. Психанули так психанули. Нормально вообще. Барливайн. А и здесь есть заначки интересные, которые тоже больше года хранятся. Дмитрий. Круто. 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 Такое есть только у меня и у Майкла Джекса. Да. 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 Ждите дегустацию. Блин, сделаем обязательно. У нас зачастую заканчивается очень поздно, ребята. Вау. Вау. Круто. Круто. Блин. Компьютер, свои спальные места. Здесь душевая, постирочная. Вообще идеально. Я тоже на своей пивоварне. Но маленькая. В роще лечь, отдохнуть, утром спокойно пойти. Первым делом, самые условия труда и отдыха должны быть. Чтобы ничего не отвлекало. Да, да. Класс. Любителю Жигулевского. Вкус СССР. Хороший. Ха-ха-ха. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, это вообще мечта. Попасть на FDB. Пообщаться с легендой вообще крафтового пивоварения Украины. Я живой. Я живой. Я не легендой. Я живой. Живой легендой. Все равно легенда. Крафтового пивоварения Дмитрий Некрасов. Я просто счастлив. Посмотрел пивоварню. Пообщался. Класс. Дмитрий, хотелось бы спросить. Как бы много вопросов. Ну, просто вот в нескольких словах. Так, что для вас вот крафтовое пивоварение и какие пожелания там домашним пивоварам, крафтовым пивоварам, начинающим вообще ребятам, которые заболели этим делом? Ну, я бы не делил пивоварение на крафтовое, не крафтовое. Всем, кто болеет пивоварением, тем, кто любит этот напиток, совершенствоваться, изучать, учиться, делиться, помогать начинающим, помогать партнерам, помогать конкурентам, помогать развиваться этому виду, этой профессии. Потому что, на самом деле, учебников немного, а делиться информацией делятся неохотно в основном. Да, я столкнулся с этой проблемой в свое время. Поэтому я вот, все, что я знаю, это обмен опытом. Я отдаю, мне отдают. Поверьте, когда отдаешь, получаешь больше. Да. Поэтому вот не зажиматься, делиться, помогать. Если видишь, что человек этого достоин, если он растет, если он хочет развиваться, это обязательно. Это для отрасли просто необходимо. Да. Вы в свое время мне тоже очень сильно помогли. Спасибо вам огромное. Я тоже со своей стороны стараюсь людям помогать. Тоже очень много людей, как бы, сталкиваются с определенными проблемами. Стараюсь консультировать то, что я знаю, помогать, отвечать на все вопросы. Тоже, как бы, воодушевляясь вашим опытом, и то, что вы открытый человек, и во многом помогаете. Тоже, я знаю, общаетесь с домашними пивоварами, и тоже... С теми, кто уже стал из домашними. Да, из домашними, уже крафтовыми. Крафтовыми, и пивоварами растет дальше. То есть, это такой мир особый, где нету, я вот не заметил никакой там вражды конкуренции, или еще что-то там такого. Я хорошо спрятал. Все равно, это один хороший такой добрый мир, когда друг другу помогаем. Это очень круто, да. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что, я очень рад, покидаем этот гостеприимный дом с великолепными подарками, бесценной Библией пивоваренья, и очень классным, я думаю, барливайном годичной выдержки. Вот, приедем, обязательно сделаем дегустацию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok